МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня об этом спросим начальника отдела физического воспитания и спорта Министерства спорта Края Петра Кобзаренко. Здравствуйте, Петр Иванович. Боча, что это вообще такое? Откуда взялось? Я, честно, когда увидела, я первый раз услышала это название. Ну, во-первых, боча, боча, боча не склоняется. Боча – это немножко другой вид спорта, тоже вид спорта. То есть я ошиблась? Железными шарами, это вот с кожаными шарами, и это вид спорта, который входит в паралимпийскую программу. А вообще история очень давняя, боча, им играли изначально здоровые люди. А потом уже вот в 84-м году впервые в программу паралимпийских игр в США вошел этот вид спорта. А вот у вас с вами рядом сейчас стоят какие-то шарики, чемоданчик с шариками. Это что такое? Вот расскажите, пожалуйста. Вот это олимпийский комплект, олимпийская пара бочи, по которому участвуют в соревнованиях на паралимпийских играх, чемпионатах мира наши инваспортсмены. Почему, наверное, инваспортсмены? Потому что это, наверное, единственный вид спорта, который доступен для очень тяжелых инвалидов, людей с тяжелой инвалидностью. Это каких людей? Это люди с тяжелой формой ДЦП, колясочники, те, кто... Есть даже инвалиды, которые практически не двигаются, даже для них предусмотрен. Это единственный действительно спорт, где он может проучаствовать. Ему подставляется рампа, через которую он может или носом, или чем-то там задеть, и вот этот шар катится туда, где... Вот специфика в чем? Вот берут шар и его куда-то кидают. Да, да. Ну, во-первых, очень доступная, не только... Вы сами играли, пробовали? Да, естественно, не только... И не только люди с ограниченными возможностями здоровья, и разные категории людей играют сейчас в бочи. В крае где-то, вместе со спортом мы закупили где-то 30 таких комплектов, то есть он довольно активно развивается. А это для какого количества людей вот этот вот чемоданчик? Вот чемоданчик, он предусматривается индивидуальное соревнование 1 на 1, 2 на 2, 3 на 3. Вот где-то примерно так. Но принцип таков. Вот площадка 10 на 6. Вот. И по жребию, если индивидуальное мероприятие между двух партнеров, да, и по жребию выбирается тот, кто первый бросает, он бросает вот этот белый мяч, это вот примерно как Кёрлиген, да, вот тот пятачок красный, который самый центр, куда надо вот попасть, да. Вот он бросает, старается поближе к своей стороне, чтобы сопернику было сложнее попасть. И потом метает по очереди, ну как по очереди. Если он метнул свой мяч, начинает с красным. Если красный, неважно первый бросок, неважно где он остановился, бросает синее. Если синий мяч ближе к белому, тогда бросает красный. И побеждает тот, у кого мяч ближе к белому. Угу. Ну что-то еще с гольфом, по-моему, такое. Не гольф, это с клюшкой там, да. Очень интересный, захватывающий вид спорта, и играет, и взрослые. Ну вот даже вот то, что мы завтра будем проводить мероприятия краевые, у нас там 4 группы, действительно те тяжелые, которые самостоятельные некоторые не могут бросать, а бросают через рампу, как я сказал, это как бы лоток такой, да. Есть ДЦП, дети, мальчики, девочки отдельно соревнуются, есть ДЦП с легкой формой, есть колясочники и ампутанты с общей заболевания. Они все будут разделены на группы, да? Ну вот то, что я сказал, это если мышечный корпус верхний и руки нормально работают, то это 4 группа. Это можно приравнивать и можно играть хоть к кому, потому что игра начинается, и все спортсмены сидят на стуле. Поэтому ли коляска, либо стуле, поэтому главное, чтобы если только есть патология с двигательной активностью руки, то все тогда разграничиваем под другим группам, еще дальше 3 группы. А возраст спортсменов, которые будут участвовать, не важно, вот кто угодно? Ну, чтобы психическое состояние детей, взрослых, чтобы вместе хотят заболевать одна, чтобы не было так дискомфортно им. Мы, конечно же, для детей проводим отдельно, а для взрослых, таких вот тяжелых людей с ограниченной возможностью проводим. А давно ли вообще, вот вы немножко сказали этот вид спорта, давно ли занимаются в России, давно ли в Алтайском крае? Ну, в России, наверное, лет 10, в Алтайском крае лет 7 активно занимаются. У нас очень довольно много соревнований, но, наверное, 8 соревнований в год по паралимпийскому бочу проходит точно. Именно в Алтайском крае, да? Именно в Алтайском крае, да. Наши спортсмены выезжали на различные соревнования и на фестивалях инвалидов занимали призовые места. Вообще первый опыт такой был у нас. Была первая спартакиада инвалидов России. И вот наши спортсмены с Барнолобийской ездили выступать, к сожалению, не заняли призовых мест. Но опыт был хороший. А вот среди участников соревнований, которые будут завтра, есть уже люди, которые имеют достижения в этом виде спорта? Особого достижения у нас нет. Мы вот так серьезно занимаемся этим видом спорта, может быть, первый год так более-менее серьезно. Дело в том, что у нас с той категорией паралимпийской программы тяжелые дети занимается очень активно, тренер занимается в Бийске, занимается в Барнауле. Поэтому этот этап, это соревнование, которое будут проходить завтра, это отбор на третью летнюю спартакиаду инвалидов. Вот кто победит, те поедут и возвращаются через Алтайский край на всероссийский ПТК. Это вот как раз награда и будет, да? Или какие-то награды? Это самое, это вот для той категории, которая паралимпийская, которая с особыми заболеваемостями. Для тех главная награда, конечно, это поездка на спартакиаду. А если там себя хорошо проявить, они тренируются, то может состав сборной России, там чемпионаты Европы, паралимпийские игры. На паралимпийские игры успеют, не успеют, хотя вполне возможно, если на спартакиаде выступят очень удачно и попадут в состав сборной, то еще есть шанс в этом году отобраться на паралимпийские игры в Японию. А вот смотрите, может быть кто-то не знает из людей, которые имеют там ДЦП, да еще какие-то ограниченные возможности здоровья, где им научиться этому виду спорта, куда прийти? Или все знают? У нас очень активные есть клубы инвалидов, в основном, конечно, в городах. В городах, а также в таких вот, как Смоленск, Тальменко, Ребрихо, таких вот селах, да, там точно знают, куда идти, потому что у них есть, Благовещенко, извините еще, у них есть комплект, они тренируются. А если вот нашу передачу увидели родители с таким ребенком, да, то у нас есть клубы инвалидов в Барнауле, три клуба инвалидов, в Заринске, в Бийске, в Рубцовске, можно позвонить, и они расскажут, как, куда прийти, и потренироваться, и где выступить на соревнованиях. А куда можно будет прийти и поболеть завтра? Вот, может быть, у нас сейчас кто-то смотрит и захотят посмотреть, что это такое, может быть, когда-нибудь поиграть сами. У нас таких крытых комплексов спортивных не так много, поэтому мы проводим, стараемся проводить вот такие крупные чемпионаты и первенства, главные старты в Легкотехническом университете. Вот только там можно смонтировать восемь площадок, поэтому как можно больше охватить людей, чтобы поучаствовали. Если, конечно, площадок меньше, то можно день, два, три тренера играть, да, как бы не совсем комфортно. А все-таки люди там некоторые ждут по два, по три часа, пока его не вызовут на площадку играть. Поэтому мы стараемся, единственная площадка, где мы восемь делаем спортивных кортов. А во сколько начало? И всех ли будут желающих запускать? Всех, всех, кто придет, я же сказал, что первые три категории, которые специальные категории по заболеваемости, это отдельно. Мы их и жеребьевку будут проходить отдельно, а все желающие остальные с заболеваемостями, без заболеваемости, вот все, кто придет, все могут поучаствовать. Даже поучаствовать? Ну, я, к сожалению, наверное, не смогу поучаствовать. Давайте мне киньте, что ли, я попробую хотя бы поймать. Спасибо большое. А мы сегодня говорили с Петром Кобзаренко, начальником отдела физического воспитания и спорта Министерства спорта Алтайского края о соревнованиях по бочке, которые состоятся завтра.